раннее утро 10 часов а сколько как обычно 808 ладно сегодня мы рано встали мы уже попили кофе вот просушиваем палатку конденсат был вообще ночь была очень теплая навес вот просушиваем им на ночь накрывали рюкзаки на вес мы не подвешивали ночью на ночь палатка вот сохнет вообще очень-очень теплая ночь была такая хорошая сейчас насекомые пропали куда-то вчера было прям жуть здесь полная сначала мошка вечером мошку сменили комары туман утром был на реке сейчас пропал сегодня будет 22 день нашего путешествия напротив нашей стоянки на другом берегу вон на той скале вот на самой верхней точке стоит деревянный крест сейчас его отсюда плохо видно он к нам стоит боком когда мы спускались по реке его было хорошо видно все по крафт снарядили костер залили все вещи упаковали стартуем и двигаемся пока совсем недалеко вот сюда вот на противоположный берег чуть пониже там где строение виднеются вот мы и приблизились к основной цели нашего путешествия к бывшему поселку узбердыш который уже не существует 120 лет там где должен жить отшельник вячеслав со своей женой об этом нам рассказали его родственники также по нашим данным рядом с этим местом где-то недалеко живут отшельники монахи от усть бердыша идет какая-то лесная тропа 6 или 7 километров до того места где живут эти монахи у этих монахов никто никогда не был и никто не знает почему они живут в глухой тайге почему они выбрали именно то место где находятся мы договорились с ольгой если отшельника вячеслава мы не застанем и он будет отсутствовать то мы поставим палатку и будем его ждать сколько это потребуется день два три ну а если нам повезет его встретить то не задавать ему сразу прямые вопросы по поводу перевала дятлова сначала с ним пообщаться познакомиться разговорить его подгадать нужный момент и только тогда спросить но неожиданно отшельник вячеслав нашел нас сам здрасьте сверху сверху а но оттуда с той стороны хребта а а не было два рыбака два рыбака вверху и все да 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 больше нет никого но мы снова кузнецкая а не пешком через перевал пешком ну где как там где тем где тянули как вячеслав вячеслав у нас олег и ольга они кружили вчера что-то там на над нами я думал искали кого-то но но сели куда-то туда как вы тут один живете что а да про монахов нам говорили а вы не монах салагу выше монахи тут много народу монахов пятеро нас двое всем 9 человек зимой так живет зимой 9 я там мало один володя у того рак стал у вани лыжи это полосков да тут весной было час был две недели в якши построили там до в стене там надо машину потом искать машину там будете нанимать в якши но куда я хочу поплывете ну да недалеко плыть или вам не успех далеко сколько дней ну не знаю до курьерства до 100 километров там 75 по моему ну 180 да да якши я тут и чуть лапами а вообще течение как там тихо плюсов там много да ну да курьер хотя бы там машину ланять а может чашки ходит а курьер это жилой поселок? да да весной пачкино будет пусть у меня будет светлый пачкина что-то сейчас светлый один володя будет один-два брата вот колеса тут ага о какие тут железо какое это чугун это чугун да 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 не знаю не живее а кнопка вот вон 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 ходят там на гору пойдете по гору перед домиком вот там домик ниже будет и в гору тропка есть увидите на гору поднимите сейчас наверх кристосот это вон 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 ага о какие маховики а что здесь было раньше в этом месте что здесь в этом месте было раньше вон прямо здесь стоит литей вон вон платика злые отходы а жили где люди за рекой тысячи человек было курку на горе копали и руду доставали за рекой жили да то есть на той стороне где мы стояли вот раньше говорят тут был через реку ага жили руду там копали на горе фуфе ну руду доставали а вон там козлы вон тут лежат еще вон хлак ну это 1903 год по моему да уさん смотри лежали каша вон один козел лежит хлак отходы груди и тут где то большие хвачки А что для завода? Место такое неровное выбрали Не знаю, там его Тут вода текла А, вон что Тут камни раньше красивых много было Тут ручей был, что ли? Ручей был А он и есть-то весной, да, ручей? Там прокопана была, вода шла на завод Триба, вон там лох прокопан, яма А вы давно живете тут? Ой, я родился тут, видимо Родились тут? Крыма с юга, бабушка с бабой жил, хочем выезжать Болеем тоже, вот эта пандемия боимся Опять начали заражаться, болеют Что говорят, опять пошла, да? Да, в жители много Сын заразился у нас Мы к пермякам не подходим, так что Вы-то давно живете Пандемией боимся Заразиться Не особо к людям Мы не привиты Болеи нету, ничего тут нету Вот так, на низкосок вон там домик пойдете На город подниметесь И по городу там найдете тропу А что еще интересного тут, расскажите историю А что тут, я не знаю Вы прямо тут родились? Да Я-то что уже А когда вы родились, сколько народу тут было? Да уже, колхоз был Колхоз был? Маленький, да Все поумирали Поезжали, поумирали А вы прямо тут как жили, так и жили? Нет, я лесником тут работал А, лесником? Потом в Ухте жил Ну, зимой выезжал А так я постоянно тут живу А вы сейчас лесник, нет? Нет, я на пенсии Мне 68 лет сейчас будет Седьмой, десятый А граница заповедника, где она проходит-то вообще? Тут как заказник, там По Печоре идет По Печоре, да? Заповедник По горам-то ездят же машины, ходят На болваны туда-сюда Не встречались там, мам, машины вчера В горах Нет А вы уже давно, они Раньше-то встречались Мы третий раз уже там, на перевале Третий раз, ясно А вообще тут рыбы-то уже нет, да? Или есть? Да есть Ну, народу кишет Туризм открыл Тут Кировские приезжали Жены мосемьи Тут какие-то пермяки были Пять человек стояли с палатками Мы неделю жили рыбачили А какая рыба тут? Харь Окунь, шука Сик Чик он не берет на удочку-то плохо Тайменей нет, да? Нету, на тем склоне таймень-то На сосьве Здесь нету На лозви мы сплавлялись Ну, на лозви, да, на сосьве А большая сосьва А хариус тут мелкий только уже, поди, да? Тут мелкий, выудили крупный Мелость там-то крупный вверху-то был Вы рыбачили до порогов-то, да? Да, да Ну, что-то там, если хорошие блесны Мушки надо, блесны или... Короче, до порогов надо рыбачить, да? Да До порогов там больше рыбы, да? Рыбачьи До порогов-то тут меньше рыбы Ну, в порогах есть Детки ловят, да? А вот Миссюря и река мы проходили Там есть рыба? Нету по Миссюря и Раньше была ни рыба Вон подземную уходит Потом с подземли текет Вода оттуда холодная бежит Ну, вот холодная Там ниже Чемейный Вы, наверное, на Чемейной вчера спали, да? Ночевали, да Ваня, наверное, мылись и вели Да, парились Парились, да? Содни вот до сюда Содни... Да вы еще не доедете 40 километров или не доедете? Нет, если плесы такие же, то никак Нет, тут перекачки несет по плесам тихо Плесы, да? А там я не знаю, да, как что Или с Устюни вы едете Машину, может, где-то найдете А Устюни надо вверх подниматься По Печерину Да Ну, волокчи надо сразу сверху Если проволокете, доедете А там дальше только Пачкина, да? Пачкина, да, потом Курьяба Курья, после Пачкина Да А с Пачкина тоже уехать можно, да? С Пачкина нет, только Лодкима Нет, с Курьи В Курьи С Курьи 100 километров отсюда Ну, да Курьи, если Устюни, может, машина какая-то подвернется Или не будете вы ждать? Нет, туда подниматься же надо Ну, заезжать, Нима проплывете Да То есть, Новокузнецка, уж не первый раз, да? Третий раз Нет, здесь тут Здесь первый раз Ну, и там по горам ходили Да Обратно, ясно А вы прям родились тут, все знаю А что там вот, интересно, там на этом перевале Дымка, видишь, опять где-то горит Тот раз сильно затянуло, опять дымка Пахнет аж дымом А я думал, это туман Нет, Ханты-Манси горит Пропускают там же туристов Прошли вы То там перекрывали один год А мы были вот позапрошлый год, перекрывали Да, и все термяки потом сюда по Унне Рынулись И стали ездить по Унне Сюда перекрыли Там все на перевал А что там с этой группой-то произошло? Раз вы тут местный Родились тут Знаете, поди? Мы-то знаем Гры, это все там пишут Ядерные испытания Взрывы Один раз Надя в геологии была На Боской стояли Земля ходуном ходила В горах где-то полигон есть Какая Надя? Моя жена А, жена? Да, это все пишут, все воры Испытания ядерные Вот так земля Чай ходуном ходила Так это при СССР было еще? При неделе, говорит И что Через две недели опять генерал ездит Ну, на рыбалку летал Соликанска с зон Через две недели опять тоже Костер ходуном ходил И палатки И ходили вот так На Боской Это на 80 километров А ваша супруга тоже тут родилась что ли? Нет Она Воронежская Крыму жила Она, вы говорите В Кировомайской Феодосия рядом Она там Геология работала тут А, геолог она Да, в Ухте давно живет Не хочет туда ездить Крым ей не нравится И она была там И говорит Был взрыв в это время? Ну, пишут Взрыв, взрыв Под землей Испытания идут Вот и земля ходуном Была она Раз свидетель А тут пишут Всякую мать В газетах Врут все Врут Да, она сказала Ядерные испытания Че только не пишут Вот они Тало их трясти Ходуном ходить Еще они выскочили С испугу Только А, вончо Конечно Это верить не надо Так там Некоторые с травмами Говорят С такими Военники знают Все Молчат Да? Да Так что Надя говорит Никакие там Ой, пишут Там ступени Да че Манчи там Их Все ворю Это Надя говорит Все ворю Ядерные испытания Полигон Понятно А мы-то думали Лавина Нет Все 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 Ядерные Земля Ходуном Заходила Ночь Спали Пересрались А этих Не было Этих Воздушных Взрывов В то время Нет Тут Ступени Тут Ничего не растет Дичи нету Ничего нету Не стало Раньше Столько Дичи Кунит Чего Было Жапчик В час Ничего Нет Перемской Области Есть Ковком Пермики Заезжают Ничего У вас Нету Почему Не знаю Что Фиг Я знаю Что Такое Говорят Радиации Там Нету Нигде На Перевале Не знаю Что Такое Осталось Вот Так По боку Идите Там На гору Увидите Троп Ко Это Там Только Крест И Все Крест И Все Садят Да Один Только Виталя Тут За водки На мотор На На Буранах А вы Прям Тут Лесником Работали Ну Я Работал Потом Ушел Последние Годы В Ухте Работал На Заводе Ферементальном На Умзе А вы Про Григория Лызлова Слышали Знаю Слышал Утонул Он Родственник Он А Родственник Ваш Яхшу Его Схоронили Нашли Потом Около Берез Яхшу Увезли Бабка Живая Дед Котополя Умер Поликарпа Просто Нас Спросили Это Расспросить Там Одна Все Короче Все 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 Военные Знают Только Не Говорят Не Знают Ну Он Говорил Про Ракеты Как Вон Ходуно Ядерные Испытания Рас Запобеднинский Вертолет Самолет Залетел Но Облет Вернули Его Вылетили Самолет Какой-то Не пустили Где-то В горах Есть Полигон Военные И ядерные Испытания Проводят Тоже На Урале Никто Не зна Ну Есть Земля Ходуном Генерал Сказал Яберов Умер Что Через Две Недели Опять Тоже Ядерные Испытания Не зна Тут Все Засекречено Так Это Разносится Надя Сказала Свидетель Ходуном Земля Ходила Так Тоже Самое Посмеялся Через Две Недели Будет Испытания Ядерные Проходят В горах И трясет Землю Ходуном Так Что Это Все Вры Все Так Что Там Пишут Верить Ничему Нельзя Все Вры Да То Что Пишут Мы В Это И Не Верим Да И Сейчас По телевизору Война Идет Бензин Подорожал 50 копеек Был 40 рублей Сейчас За неделю До 50 рублей Подскочил Бензин Литра Ну В городе Так же Ну Я тут Дешево 8 тысяч Бочка Была Вот До этого Весной Сейчас Вот На этой Неделе Буквально За неделю Подскочил Цены Опять На сахар Попал На войну Кормить чем-то Денег То С людей Надо Брать Не С того А Вообще Ближайший Магазин В каком Поселке Будет В общем Нету Почта Маленького Нет А вот Там В Пачгин Нет Магазина Пачгин Нет В Курье В Курье Магазин Курье Вот Есть Да Наверное Есть Номер Набирайся А От Кури До Якши Далеко 75 Километра До Волосницы Появится Да Якши Кого-то Наймете Вот Эта Информация По поводу Подземных Ядерных Взрывов Для нас Оказалось Очень Неожиданной Мы В нее Естественно Сразу Не поверили Но Когда Мы Вернулись Домой Я Стал Копать Информацию Я Стал Выяснять Где Именно Изготовлялись Ядерные Заряды Для Подземных Взрывов Где Именно Их Испытывали И Решил Не торопиться Выкладывать Эту Информацию Решил Побольше Накопать Я За год Накопал Очень Много Я Изучил Огромное Количество Материалов Я Изучил Огромное Количество Мемуаров Людей Которые Этим Занимались Сейчас Естественно Загружать Зрителей Я Сильно Не буду Именно В этом Видео Потому Что Это Видео Маленько На Другую Тему Здесь Путешествия Сплав Туризм И Работа С документами Какие-то Факты Которые Я Нарыл Они Маленько Сюда Не Вписываются Для Этого Я Потом Когда Нибудь Сделаю Отдельное Большое Видео Потому Что Материала Очень Много Но В двух словах Я Обязан Просто Сказать Своё мнение По поводу Того Что Заявил Вячеслав Потому Что Зрители Хотели Услышать Версию Вячеслава Естественно Наверное Захотят Узнать Моё мнение По поводу Этой Версии Поэтому Буквально Несколько Слов Вот Что Я Нарыл Ядерные Заряды Различной Мощности Производили Научно Исследовательском Институте Под Номером 1011 Почтовый Ящик 150 Сейчас Это Город Снежинск Который Находится На Урале И Немного Об Этому Расскажу В 1954 Году Кирилл Иванович Щелкин Бывший Тогда Заместителем Научного Руководителя КБ-11 Написал Служебную Записку В адрес Правительства СССР В документе Обосновывалась Необходимость Создания В Советском Союзе Второго Ядерного Центра Предложение Было Принято И в апреле 1955 Года Родился Новый Институт За годы Своего Существования Сменивший Много Названий Но Изначально Он Назывался Научно-исследовательский Институт 10-11 Почтовый Ящик 150 Это был Абсолютно Секретнейший Всесоюзный Научно-исследовательский Институт Технической Физики Институт Приборостроения Для Для Разработки Новых Типов Атомного И Водородного Оружия В 1957 Году Его Сотрудниками Будет Разработан И Испытан Первый Принятый На вооружение СССР Термоядерный Заряд Вот Именно Такими Термоядерными Зарядами Производили В том Числе Подземные Ядерные Взрывы Всю информацию Я собирал С сайта Росатома С различных Архивных Документов Мемуаров Сотрудников За 1957 1988 Года Институт Провел 40 Специализированных Экспериментов По изучению Поражающих Факторов При Ядерных Испытаниях Научно-исследовательский Институт Производил Заряды Для Стратегических Ядерных Сил В 60 Годах Также Эти Заряды Будут Применяться Для Народного Хозяйства СССР Вот Информация С сайта Комитета Госбезопасности По поводу Этого Научно-исследовательского Института Здесь Очень мало Информации Когда он Был Создан Что Занимался Он Разработкой Испытанием Авторским И гарантийным Надзором За Ядерными Зарядами И Боеприпасами Где он Находился Как он Назывался Как он Обозначался В каком году Кто Занимался Охраной Этого Режимного Объекта Вот Их Фотографии Вот Их Имена Больше Никакой Информации Нет Во Многих Даже Современных Источниках Я Я Нашел Такую Информацию Что Все Работы Все Испытания Были И Остаются Засекреченными И Именно Засекреченными По Сегодняшний День Если Предположить Что Вячеслав Не Фантазирует Не Выдумывает И Ядерные Испытания В том Числе Проходили И В горах Северного Урала В непосредственной Близости От Атартена То Кто Именно Мог Руководить Испытаниями Зарядов Которые Разрабатывались Именно Полевыми Испытаниями Кто Тот Самый Генерал Про Которого Сказал Вячеслав О Котором Рассказала Супруга Вячеслава Кстати Вот так Вот Если Вдуматься То Этой Супруге Должно Быть На 10-12 Лет Больше Чем Самому Вячеславу По Другому Просто Никак Не Может Быть Но Вячеслав Не Захотел Нас Познакомить С Супругой Он Нас Даже Не Пригласил В дом Навязываться Мы Естественно Не Стали Он Нам По-быстрому Показал Разрушенный Завод Который Существовал 120 лет Назад И Показал Нам Дорогу Как Дойти До Реки Напрямую Так Вот По поводу Того Самого Генерала На Сайте Истории Города Снежинска Есть Такая Информация О Подразделениях И Сферах Деятельности Научно Исследовательского Института 15 Января 1958 В соответствии С постановлением Совета Министров СССР И приказом Министерства Среднего Мышностроения Была создана Военно-сборочная Бригада Которая Была создана Из кадровых Офицеров Вооруженных Сил Которые Во время Войны Руководили Взрывными Работами Разминированием И подобными Задачами И вот здесь Фигурирует Фамилия Заместителя Главного Конструктора По внешним Испытаниям Инженера Полковника Ломенского Это человек Который Руководил Всеми Внешними Испытаниями Также Он Руководил Всеми Задачами Которые Были Возложены По ликвидации Последствий Различных Аварий Связанными С ядерными Материалами И радиоактивными Веществами На сайте Росатома Есть Статья Воспоминания О Ломенском Его Сподвижников Его Друзей Его Родственников Это Очень Интересная Статья Где Можно Почерпнуть Много Информации Естественно Никакие Секреты Тут Не Выдаются Естественно Здесь Не Написано Где Именно Ломенский Проводил Испытания В Каких Именно Авариях Он Участвовал Но Все же Небольшие Отрывки Из Этой Статьи Я Приведу Кто Хочет Может Сам Ее Найти На сайте Росатома И всю Почитать Она Очень Длинная Ломенский Был на полигонах Не только С Инспекционными Визитами Работа На внешних Полигонах Была Для него Так же Привычна Естественно Как и В кабинетах Управления Как только Поступало Сообщение О том Что С его Изделием Что-то Неладно Ломенский Тут же Вылетал На место Происшествия Если Испытания Производились На взрывной Площадке То Георгий Павлович Хотел Лично Видеть Момент Воздействия На изделие И Результаты Этого Воздействия То есть Мы видим Что он Сам Лично Везде Присутствовал При испытаниях Так же Мы тут Видим Что Не все И не всегда Проходило Гладко Случались И аварии И предаварийные Ситуации Все Естественно Я это Зачитывать Не буду Но здесь Такие Есть Интересные Моменты Что Даже При Транспортировке При Переноске Изделия Его Могли Уронить Помять Корпус Это Было Несомненно ЧП Которое Могло Привести К Последствиям И как Потом Это Все Ломенский Исправлял Какие Риски На себя Брал И так Далее Какого Именно Уровня Был Этот Человек Какого Статуса Вот Я приведу Небольшой Рассказ Свидетелей Которые Присутствовали При Разговоре По Телефону Когда Ломенскому Позвонили Из Обкома Свердловской Области В 70-е Годы На товарной Станции Свердловска Произошел Взрыв В одном Из Вагонов В результате Чего Было Разрушено Несколько Зданий В округе Получив Сообщение Происшествии Секретарь Свердловского Обкома КПСС Позвонил Ломенскому И спросил Не он ли Является Хозяином Изделия Разрушившего Товарную Станцию Свердловска Ломенский Поинтересовался Откуда Говорит Звонивший И получил Ответ Что из Обкома Не без Чувства Юмора Ответил Нет Это Не наше Изделие Если бы Сработало Наше Не осталось Бо Ни Обкома Ни Свердловска Вот Этот Человек Этот Генерал Мог Позволить Себе Так Ответить Первому Секретарю Свердловского Обкома Партии А это О многом Говорит Вообще На самом Деле Есть Официальная Статистика По Ядерным Подземным Взрывам И Официально Считается Что Самый Первый Удачный Ядерный Взрыв Был Произведен В 1961 Году Но Как эти Изделия Испытывали Какие Были Аварии Какие Были Последствия Какие Были Жертвы Эта Информация Вся Засекречена Правда Никто Не скрывает Что эти Аварии Были Что Последствия Были И Жертвы Были Насколько Часто Применяли Ядерное Оружие На Урале Это Это Тоже Информация Незакрытая В те Годы Еще Не Совсем Понимали Что Такое Радиация Какие Ее Последствия И Вот Приведу Такой Факт Даже В 1971 Году Уже Через 12 лет После Гибели Группы Дятлова Совсем Недалеко От того Места Где Мы Сейчас С Вячеславом Разговариваем Прошло Три Ядерных Взрыва Когда Хотели Перебросить Стоки Северных Рек В бассейн Реки Волги То есть Реки Которые Впадают В Печору Хотели Повернуть На юг При помощи Ядерных Взрывов Пустить Их По другому Руслу А это Русло Сделать При помощи 250 Ядерных Взрывов И Первые Три Взрыва Произошли Они Были Сейчас На этих Местах Находятся Озера Радиоактивные Озера И вот После того Как первые Вот эти Взрывы Прозвучали От остальных Просто Отказались Потому что Радиация Превышала Все Допустимые Нормы А так Как Эта Вода Предозначалась Для Наполнения Каспийского Моря Она Не должна Быть Радиоактивной Но Кому В голову Уже Пришло Попробовать Начать Вот Вот Такие Раньше Были Времена Засекречивали Все Кстати Эти Взрывы Тоже Были Засекречены О них Уже Узнали Позже После Перестройки А там Ведь Совсем Недалеко Люди Жили Местные Жители Были Какие-то Деревушки В тайге Была Велась Какая-то Деятельность Сейчас Вся Эта Территория Перекрыта Туда Не Рекомендуют Ходить Посещать Эти Места Ходят Слуки Что В эти Карьеры В эти Озера Потом Утилизировали Сливали Различные Химические Токсичные Отходы В те Годы О природе Абсолютно Не заботились Так как Это происходит Сейчас И еще раз Хочу повторить Вся информация Засекречена Никто Не будет Нам Говорить Что Первый Ядерный Взрыв Произошел Не в 61 Году А допустим В 59 Но он Был Неудачный При этом Погибли Люди Если Это И было Так На самом Деле То Мы Об этом Вряд ли Когда-то Узнаем Гриф Секретности Никогда Не Снимут Как Вообще Происходят Подобные Испытания Сначала Бурят Глубокую Скважину Для этого Нужна Бурильная Установка Которая Может быть На Гусеничном Ходу На Перевал Дятлова Может Заехать Гусеничная Установка Естественно Может Раньше Была Дорога С Коми Как раз С тех Мест Где Производили Ядерные Взрывы Потом Эта Дорога Заросла Сейчас Эту Дорогу Опять Прорубают Но Она Была То есть Вездеход Мог Заехать Это Бурильная Установка Бурит Глубокую Скважину Обязательно Туда Заводят Обсадную Железную Трубу По этой Трубе Спускают Ядерный Заряд На Глубину Примерно От 500 До 800 Метров Это Для Того Чтобы После Взрыва Ядерные Испарения Радиация Не попала На Поверхность Потом Эту Трубу Запечатывают Запечатывают Бетоном Бетонной Пробкой Но Перед Этим Опускают Диагностическую Аппаратуру Также Диагностическую Аппаратуру Расставляют Везде По Периметру На Разных Расстояниях Для того Чтобы Фиксировать Подрывается Заряд С Внешнего Пункта Управления Который Находится В непосредственной Близости Я Еще Здесь Почитал Последствия Какие Последствия После Небольшого Ядерного Взрыва Могут Быть Во-первых Образуется Полость Полость С оплавленными Стенками То есть Огромный Резервуар Позже Потом Когда В 60-е годы Стали проводить Подобные Ядерные Взрывы А их было Около 300-400 По всей Стране То В том числе Делали Вот эти Резервуары Для того Чтобы Сливать Туда Токсичные Отходы От Различных Производств Туда Их заливали Потом Запечатывали Было Такое Своеобразное Захоронение А на поверхности Происходило Обычное Землетрясение Землетрясение Довольно Мощное Именно Над Эпицентром Этого Взрыва Землетрясение Могло Быть От 5 До 7 Баллов Это Когда Земля Трясется И Подпрыгивает На Высоту Пятиэтажного Дома Есть Еще Такое Интересное Свидетельство После Одного Из Ядерных Взрывов Где Протекала Небольшая Речка И Был Железобетонный Мост Так Вот После Взрыва Этот Мост Переместился На 20 Метров Что По По Радиации Тоже Интересный Момент Во Время Взрыва Через Микротрещины В земной Коре Все Таки Небольшие Испарения Радиации Выходят На Поверхность В Очень Небольшой Концентрации И Уже Буквально Через 2-3 Дня Именно На Поверхности От Этих Испарений Вообще Не Остается И Следа Но Первый День Два Их Точно Фиксируют Всегда Мы Помним Что На Одежде Группы Дятлова Была Обнаружена Радиация В Небольших Дозах Теперь Я вам Хочу Показать Вот Эту Фотографию Вот Это Вот Стоит Юдин В 2008 Году Вместе С Рокотяном Которые Нашли Вот Эту Вот Длинную Железную Трубу Это Явно Обсадная Труба Есть Конечно Мнение Что Обсадную Трубу Применяли Для Печи В Лагере Но Почему Когда Лагерь Собрали Собрали Печь А Трубу Эту Выкинули Притом Эту Трубу А Это Тяжелая Труба Толстостенная Труба Это Обсадная Труба Ее Зачем То Унесли На Такое Большое Расстояние Эта Труба Находится Ниже Настила Примерно 200 Метров Вот В этой Летней Экспедиции В которой Мы будем Экспедиция 2023 Года Мы будем Искать Эту Трубу Это Самая Главная Основная Цель Будет Нашей Экспедиции Нам Надо Посмотреть Если Внутри Нагар От Печи Если Этого Нагара Нет То Это Явно Обсадная Труба Которая Применялась Для Бурения Теперь Давайте Подумаем Кто Мог Принести Туда Эту Трубу 30 Километров Тащить На Своем Горбу Через Перевал Это Просто Нереально Вот Эту Трубу Могли Завести Только На Технике А Зачем Мы Сюда Завезли Зачем Обсадная Труба Для Бурения В Эту Экспедицию Прилетит Теодора Ее Тоже Очень Интересует Вопрос Были В Этих Местах Геологи Потому Что Ее Версия Непосредственно Связана С Геологами Хочу Напомнить Что По ее Версии Геологи В этом Месте Проводили Работы За год До Этого У нее Есть Куча Свидетельств Как Два Года До Этого Верховья Лозьвы Обследовали Самолеты Проходила Аэрофотосъемка Этой Местности И Вот Мы Видим Трубу Тогда Та Экспедиция Которую Организовывал Юрий Константинович Концевич Где Присутствовал Алексей Костин Они На эту Трубу Особого Внимания Не Обратили Просто Удивились Оставили Ее Там же Но Давайте С вами Задумаемся Откуда Она Там Взялась Кто Ее Притащил Кто Ее Туда Привез Для Какой Цели Надо Ее Обязательно Найти И Возможно Это Будет Одно Из Подтверждений Версии Вячеслава На Восьмую Серию Закончим А я Хочу Попросить Всех Зрителей Высказать Своё Мнение В Комментариях По Поводу Версии Вячеслава Все За И Все Против Хочу Сразу Предупредить Тех Безголовых Тупых Комментаторов Которые Будут Опять Писать О том Что Там Ничего Подобного Не Могло Произойти И Группу Дятлова Кто Убил Я Сразу Забаню Потому Что Уже Достали Все Эти Бредни Группу Дятлова Никто Не Мог Убить Тем Более Не Могли Убить Манси Потому Что С Место Происшествия Никто Не Выходил Это Абсолютно Точно Доказано В Моем Другом Видео Который Совсем Недавно Вышло На Моем Канале Ссылку На Это Видео Я Оставляю Кто Его Не Видел Посмотрите А Под Этим Роликом Я Предлагаю Обсудить Именно Версию Вячеслава Все За И Против Потому Что По Крайней Мере Эта Техногенная Версия Она Намного Умнее И Грамотнее Половины Всех Версий Которые Выдумывают Ютубовские Блогеры Плагиаторы И Другие Психически Больные Спасибо за просмотр Не забудьте Поставить Лайк Этому Видео Не забудьте Подписаться На канал И Ждите Следующую Девятую Часть О том Как мы Выбирались В цивилизацию По Дебрем Коми Именно По тем Местам Где Когда-то В 60-е Годы Провели Три Ядерных Взрыва И Загубили Природу